Здравствуйте! Телевизионный эфир продолжает экспертное мнение. Установилась ровная сухая погода и синоптики обещают, что она продержится еще какое-то время. Традиционно в лес идут грибники, а за ними отправляются поисковики и добровольцы и спасатели. Сегодня у нас в гостях начальник поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев и руководитель поисково-спасательного отряда региона 18 Мария Ведеман. Здравствуйте! Добрый день! В этом году, говорят, совершенно нет грибов. Насколько есть зависимость количества потерявшихся от хорошей погоды? Зависимость от погодных условий, конечно, большая. На сегодняшний день, как вы уже сказали, состоялась погода, которая позволяет выходить в лес. И жители республики, конечно же, здоровый образ жизни, выходят в лес не с целью набрать грибов, просто даже прогуляться. Конечно, количество грибов, вот это уже отражается. У нас же в социальной сети кто-то сходил, выставил в социальных сетях фотографию, что грибы уже есть. Это значит отмашка всем бежать. Да. И, конечно же, максимально в выходные дни, когда есть свободное время у людей, все выходят в лес. Ну и тогда учащаются наши поступления заявок, так скажем, на поисковые работы. В этом году сколько уже потерявшихся? Сколько удалось найти? К сожалению, такой статистики нет. На сегодняшний день есть люди, которые потерялись, сами вышли. Есть люди, которые криминального характера. Есть грибники, есть просто заблудившиеся. Но количество с каждым днем, вот при такой погоде у нас растет. Десятки обращений ежедневно поступают на пульт оперативного дежурного. Мария, есть ли в Адмуртии такие места, где люди теряются чаще всего? Ну, традиционно это леса Зарьяловского района. Это обусловлено тем, что, ну, во-первых, это сам по себе достаточно большой и густонаселенный район. Ну и недалеко от города, наверное. Вот, да, это, наверное, основной такой момент, потому что если человек живет в городе и собрался выехать куда-то за грибами, понятно, что он не поедет куда-то в самый конец республики, он поедет где-то недалеко. Поэтому у нас, кроме того, что жители всего Зарьяловского района уходят в свои жиробные леса, у нас еще и весь Ижевск выезжает неподалеку, то есть в Зарьяловский район. Поэтому традиционно он у нас всегда в лидерах по количеству заявок. Валерий Иванович, наверное, главный вопрос, вот основные меры безопасности, напомните, что взять с собой в лес, вообще, может быть, какие-то правила подготовки есть? Ну, в первую очередь, необходимо оповестить родных и близких о том, что вы намереваетесь совершить выход в лес, определить время, то есть во сколько вы зайдете, в какой массив, где это место, долго ли вы планируете там находиться, какое время выхода на связь. Ну и, конечно же, необходимо взять с собой и теплые вещи, потому что у нас на сегодняшний день ночные температуры достигают и нулевых отметок, вот, поэтому взять небольшой провиант, это какие-то небольшое количество продуктов, конечно же, запас воды. Если есть какие-то заболевания хронические, необходимо медикаменты, конечно, взять. И основное на сегодняшний день, что позволяет максимально сократить время поисков и результативность увеличить, это, конечно же, наличие заряженного сотового телефона, если есть возможность вообще взять с собой пауэрбанк, потому что лесной массив не всегда проходит сотовая связь, и телефон находится в режиме поиска оператора, и в этом режиме он максимально расходует заряд батареи, поэтому за этим вопросом нужно следить. И есть на сегодняшний день приложения, которые позволяют ориентироваться на местности даже в режиме офлайн. То есть перед тем, как выйти в лес, необходимо изучить местность на карте, есть возможность даже изучать по спутнику в этих приложениях, сделать отметку перед входом в лес, ну и для того, чтобы это приложение тоже аккумулятор, так скажем, не разряжало, необходимо все-таки из этого приложения будет выйти. Ну если при возвращении обратно уже опять зайти в это приложение, и дальше двигаться в том направлении, где вы зашли в лес. А насколько люди вообще активно пользуются вот этой вот возможностью и этими современными приложениями? Молодые люди, более, ну так скажем, наверное, до 45, даже до 50, даже уже такие возрастные, пользуются. И достаточно, так скажем, помогает это не только для их ориентирования, они даже хотя бы могут по этому телефону объяснить. А есть пожилые люди, которые находятся, проживают все еще на садоводческих массивах, в каких-то глухих деревнях, которые не имеют привычки брать с собой телефон, уходят в лес, нам поступают сведения, что человек потерялся, но, к сожалению, нет никаких средств связи с этим человеком. Поэтому, конечно же, тогда приходится проводить работу методом прочесывания. Поэтому сотовый телефон на сегодняшний день очень сильно помогает. Мария, первое чувство, наверное, у человека, который потерялся в лесу, это паника. Он, безусловно, начинает звонить во все спасательные службы, родственникам. Вот правильный алгоритм действия, четко что нужно сделать. Паника здесь действительно будет первым врагом. То есть ее нужно от себя гнать. Что касается того, куда он будет звонить. Звонить на 112 – это единственное верное решение. Позвонил на 112. По возможности не теряться еще глубже, не пытаться выйти самостоятельно. Если есть какие-то линейные ориентиры, то есть если у нас заблудившиеся находятся недалеко от линии электропередачи, от реки и еще чего-то, какие-то узнаваемые ориентиры, с них сходить ни в коем случае не нужно, как из тропинок и подобных вещей. Если нет таких ориентиров, нужно оставаться на месте или все-таки выходить? В любом случае лучше оставаться на месте. Что касается родственников, нежелательно, с ними понятно, что мы испугались, нам страшно, нам хочется поговорить с соседкой, с бабушкой, с подружкой, с сестрой, со всеми там созвониться. Этого делать не следует, потому что когда мы выезжаем непосредственно уже на точку поиска, нам нужно, соответственно, созвониться с заблудившимся. А мы сначала звоним, у него занято, потому что ему некогда, он там со всеми друзьями, товарищами беседует, а потом у него вовсе садится телефон. То есть нет, заряд батареи нужно беречь именно для того, чтобы все закончилось, во-первых, максимально быстро, во-вторых, максимально благополучно. Для этого нам нужно иметь возможность быть с ним на связи. Это во-первых. И есть еще один момент, который касается именно переживающих родственников, которые тоже будут переживать, паниковать, если вы им быстренько все вот это вот расскажете. Прямо вот наша проблема. Родственники бегут искать в лес самостоятельно заблудившихся гребняков. Очень часто ситуация кончается тем, что нам приходится искать их всех. То есть беспокойство родственников здесь, безусловно, оно понятное, оно объяснимо, но нужно понимать, что едут профессионалы работать, едут специалисты, и не нужно усугублять ситуацию, пытаться потеряться еще большему количеству человек. Выдержка, самообладание и все-таки трезвый ум нужны в этой ситуации. Кстати, вот про трезвый заговорила. Очень многие с алкоголем идут в лес. Насколько это допускается? У нас все, что связано с водными объектами, все, что связано с природной средой, конечно, алкоголь нужно исключать. То есть это дезориентирует, это максимально портит все. Поэтому алкоголь, конечно, вернетесь домой, если здоровье позволяет, можете потреблять. В лесу, конечно, это делать не стоит. Также хотелось сказать о водных объектах на сегодняшний день. У нас навигация еще не закрыта, и рыбаки, которые не поймали тот трофейный экземпляр в течение лета, конечно, сейчас выходят на воду. Хотелось тоже предупредить, чтобы максимально смотрели за погодными условиями, изучали прогноз погоды перед выходом, ну и также смотрели на изменение погоды в течение дня. И, конечно, световой день у нас сейчас уже идет на убыль, достаточно быстро темнеет, и в эти климатичные погодные условия, когда порывистые ветра, сложно добираться до берега. То есть, конечно, идете на рыбалку, также соберите провиант, обозначите место, где вы были. Мы буквально в выходные организовывали поисковые работы по поиску подводного охотника, который приехал с Кировской области к нам в Узбекск, и заблудился. Его напарники обратились в спасательную службу, с целью найти. Искали достаточно долго, и уже ночью еле нашли. То есть, у него еще был достаточно заряженный фонарь. А так, мероприятия именно на водной акватории у нас на сегодняшний день тоже опасны. Вот непосредственно в поисках вам также помогает поисково-спасательный отряд «Регион-18». Когда он был сформирован, Мария, сколько сейчас там человек, и на каких основаниях вы действуете? Вы помощники или партнеры? Ну, мы, безусловно, помощники. Отряда уже больше шести лет на данный момент. У нас есть основной состав отряда. Это, условно говоря, 20 человек. Это те, кто уже у нас опытные, кто у нас уже обученные, да, кто может самостоятельно взять группу новичков, проинструктировать их и под своим началом, скажем так, повести их на поиск. Поэтому вот я выделяю именно небольшую группу людей. А вообще в поисках в зависимости от ситуации мы можем привлекать людей без подготовки. Но говорю, что все зависит от вводных данных. Где-то мы можем брать новичков, а где-то нет. В какой момент вы подключаетесь к поискам? Как только поступают сообщения. Когда поступают сообщения о том, что, ну, условно говоря, у нас человек позвонил на 112, сообщил, что он заблудился, не может выйти самостоятельно. Это сообщение сразу же получают полиция, поисково-спасательная служба, МЧС и мы. Соответственно, мы выезжаем и начинаем работать сразу же на месте. Валерий Иванович, как часто бывают ложные вызовы, что человек потерялся в лесу или не бывает такого? Бывают отбои в пути следования. Сказать, что это нас радует, конечно, это радует. То есть мы не успеваем доехать до места вызова, поступает информация, что собственными силами люди нашлись. Бывает, что люди не находятся. Это, конечно, тоже нас не радует. Приходится вот в таких условиях работать. У нас еще, тут так скажу, грибы у нас разные, да, в республике произрастают, ну и вообще в России. Осенние грибы, это вот сейчас у нас начнется сезон 5, где прорастают эти грибы. Они в основном в оврагах, на пеньках, на деревьях, в таких, так скажем, захламленных лесах, где возможно получить травму. То есть вот эти сырые бревна, которые лежат в пути следования, когда неопытные грибники, ну вообще просто люди идут, наступают на них, могут получить либо вывих, либо перелом, любую травму ноги, которая в дальнейшем не позволяет передвигаться свободно. Во-вторых, когда наступает темнота, в этих поисках даже с фонарями, с алубными, с круповыми очень сложно искать. Поэтому осенний период, так скажем, грибной для нас, для поисковых, так скажем, служб, очень такой проблематичный. Ну и ночевать, опять же, в лесу, это дополнительное испытание. И, как вы сказали, это не обязательно, что такая ситуация, что человек потерялся, а просто вот экстренная какая-то ситуация. Если все-таки пришлось ночевать в лесу, где это лучше сделать, как оборудовать место? Ну, тут тоже нужно смотреть про погодные условия. Это и температурный режим, и осадки. Конечно, можно лапник еловый сделать, небольшой шаваж, который позволяет защитить от осадков. И сейчас, конечно, когда вы собираетесь в лес, вы не думаете, что вы там останетесь для ночевки. И те вещи, которые на вас одеты, они, конечно, все равно не согревают достаточно так, как необходимо это сделать ночью. Все-таки лапник, бивак не на голой земле, а на ветке ели. Можно спокойно ложиться и ими же, так скажем, укрываться. Ну, сооружать простые, так скажем, белковые палатки. Я вас хочу поблагодарить не только за вашу работу. Я считаю, что это миссия, самый кульминационный момент, наверное, когда находишь человека. Часто ли вас благодарят и те, кого вы нашли, и их родственники? Наверное, Мария больше скажет в этом плане. Ну, на самом деле, чаще нет, чем да. Мы не за благодарностями идем в лес. Редко, когда услышишь даже простое спасибо, но мы действительно, мы идем все не за этим. То есть здесь, ну, как бы для себя, да, найти, успеть, спасти. И в эти моменты идешь не ради спасибо чего-то, на самом деле. Поэтому благодарности, ну, скорее, реже. Чаще нет, чем да. Пусть у вас будет поменьше работы, пусть меньше теряются люди. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были начальник поисково-спасательной службы Удмуртий Валерий Старцев и руководитель поисково-спасательного отряда регион-18 Мария Ведема. Спасибо вам. А это было экспертное мнение. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин